Всем привет! С вами опять Михалыч. Вот смотрите, какую штукенцию я тут делаю сейчас. Это вот те же самые четыре барботера, только я в них увеличил трубки, поставил силиконовые трубки и прям до самого дна. Первые три налил немножко воды, где-то со стакан, наверное, и пол стакана подсолнечного масла. Вот. А в кране, вот в этот, немножко воды и расколол уголь древесный, и все это дело перемешал. Значит, каков эффект хотелось бы достичь? То есть вот эта вот вода с маслом подсолнечным, масло, естественно, рафинированное и без запаха. Вот. В подсолнечном масле растворяются сивушные масла, как по теории звучит. И вот эта вот вся эмульсия, она как бы через нее проходит все эти пары, вот, и дополнительно очищает от сивушных масел. Будем надеяться, что это так будет. Вот. И крайний, крайний барботер у меня, здесь с углем. Ну, уголь тоже как дополнительная степень очистки. Вот. Значит, ну, скапает она очень потихонечку у меня тут, медленно, хотя кипит со страшной силой, да? Вот. Какой недостаток здесь нашел? Очень долго прогреваются барботеры. Пока не закипит во всех барботерах вот эта вот жидкость, да, ничего капать не будет. Барботеры должны разогреться до высокой температуры, то есть до температуры под 100 градусов, чтобы происходило там то же самое испарение. Вот. А, значит, а я наливал холодную воду. Вот пока эта вода прогрелась, у меня ушло где-то полтора часа, чтобы запустить вот эту вот всю систему. Можете себе представить? Вот. Вот такой вот недостаток. А по поводу, может быть, я не знаю, его можно решить путем наливать сразу, туда кипяток, и в кипяток уже добавлять подсолнечное масло. Но это, наверное, ускорит процесс на какой-то промежуток времени. Вот. Либо вообще воду не лить, немного подсолнечного масла, потому что все равно в процессе перегонки там вот эта вот жидкость, она собирается в барботерах. Вот. Может быть, и так попробовать. Так что, ребята, если кто-нибудь будет делать вот такие варианты, бросайте мне там в комментариях, подсказывайте, попробую. Может, что-то получится интересное. Ну, вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сказать. Всем всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь, если понравилось. С наступающим вас Новым Годом! Друзья, значит, так делать нельзя. Вот. С этим с маслом, с этим с углем. Я понаслушался, конечно, что всего в интернете поначитался. Решил поэкспериментировать. Но беда заключается в том, что, во-первых, очень долго разогреваются вот эти вот барботеры. Где-то часа два, наверное. Полтора-два часа, это точно. Только после этого начинает какое-то там движение делать. Но самая поганенькая, да, самогонкой вообще не пахнет. Но зато пахнет кипяченым маслом. И от этого избавиться невозможно. Это придется заново все переделать. Так что вот так, друзья.